Сегодня во время перебоя с электроэнергией, во время грозы, сгорел роутер от D-Link. Ремонтировать его или нет, сейчас сказать рано, сначала нужно посмотреть, сейчас мы попытаемся его запустить, точнее включить и увидим, что ничего абсолютно не происходит. Давайте разберем роутер и посмотрим, что же у него внутри. Кстати, блок питания я проверил заранее, он рабочий, значит проблема кроется здесь. И как мы видим, сгорело два микроконтроллера, или как их называть, не знаю. Давайте рассмотрим, что он из себя представляет и чем он укомплектован. Сам роутер представляет из себя белую коробочку, миниатюрную, с пятью выходными портами для подключения к интернету. Что, кстати, является плюсом, ведь на сгоревшем был всего один. И в случае, если у вас много компьютеров, то это будет являться огромным плюсом. Далее, инструкция по настройке и установке роутера. Прочие документы. Ну и комплектующие. Два провода для подключения к телефону. Далее мы видим блок питания для подключения роутера. Кстати говоря, он намного меньше, чем у того, который сгорел. И провод для подключения к интернету. Также розетка для подключения телефона к роутеру. Ага, небольшая проблемка. Гарантийный талон пустой, абсолютно. Ни записей, ни печати. Надеюсь, что роутер прослужит долго и нам не придется его нести в ремонт. И что-либо доказывать. Ну, теперь нам осталось лишь подключить роутер к сети. Настроить его. И все. Подключим блок питания. Телефонный провод из розетки. Кабель с интернетом. На свитч. Либо же сразу в компьютер. Запускаем. Ну и теперь осталось только лишь его настроить. Немножко о преимуществах. Во-первых, это большее количество гнезд для подключения компьютеров. Наличие Wi-Fi адаптера. Ускоренная обработка интернет-запросов. За счет технологии DSL2. А также наличие мастера настройки. После установки роутер еще не работоспособен, так как он не настроен. Необходимо произвести первую настройку, перейдя в панель управления. Переходим в браузер. В адресной строке вводим HTTP RT. После чего появляется мастер настройки роутера Ростелеком. Здесь мы выбираем часовой пояс. Придумываем новый пароль для роутера. Попробуем оставить старый. Не подходит. Пароль должен содержать цифры, буквы. Или она должна быть не менее пяти символов. Хорошо. Подключите кабель ADSL. Это мы сделали в первую очередь. Попробуем воспользоваться мастером настройки. Не вручную, а мастером настройки. Выберите регион. Центр. Выбирайте свой регион. Интернет. Далее. Далее нам понадобится логин и пароль, выданный Ростелекомом на вашем тарифе. Вот такой листочек у меня был. Здесь есть и логин, и пароль. От тарифа Ростелеком. Именно телефонного интернета. Вводим их сюда. И продолжаем. После введения логина и пароля, переходим к следующей настройке. Хочу заметить, что вводя логин и пароль, необходимо соблюдать регистр букв. То есть, большая, маленькая. Иначе ничего не будет работать. Далее нам предлагают подключить, точнее, включить Wi-Fi. Установить ему идентификатор, который можно найти на задней панели роутера. Здесь он уже в бит правильное проверил. То есть, было это сделано автоматом. Жмем дальше. И установка завершена. Осталось только проверить, будет ли он теперь работать. Все данные советую вам записать. Учитывать регистр букв. И ничего сложного здесь абсолютно нет. И вот такое вот сообщение в конце настройки. Запустить интернет. Что-то подозрительное. Ведь значок интернета показывает, что сети пока что нет. Интересно. Оп. Сеть есть. Ура. Давайте попробуем посетить какую-либо страницу. Будет ли работать это устройство. По-моему, все работает. Давайте посетим сторонний сайт. Ну что ж, ребят, вроде все работает. Mail, к примеру. Роутер, кстати, имеет функцию раздачи Wi-Fi. А значит мы можем подключаться к сети Wi-Fi. Что мы сейчас тоже, кстати, и проверим. Вот и обнаружилась сеть на телефоне, если видно, защищенная. Пароль здесь это SSID, который указан сзади. Мы его оставили таким же. Хотя могли изменить. В общем, вводим сюда пароль и проверяем работоспособность Wi-Fi. Итак. Пароль введен. Как видите, мобильные данные не включены. Wi-Fi включен. Давайте попробуем посетить какую-либо страничку через Wi-Fi. Любой, в принципе, запрос можно ввести. Как видите, все работает. Спасибо роутеру от ZTE. Вот такой вот Wi-Fi роутер. EDSL. И такой интересный ремонт у нас вышел. Надеюсь, вы не обижаетесь. За ключевые слова. Потому что, конечно же, это не ремонт, а замена на новый роутер. Старый мы немножечко попинали.